Датсук Тамара Александровна, значит, тема у нас в программке, извините, прошлогодняя стоит, сейчас уже Тамара Александровна не хочет повторяться, поэтому будет тема следующая. Эффективность вентиляционных клапанов, значит, Тамара Александровна, декан факультета инженерно-экологических систем Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну вот буквально две минуты к предыдущему вопросу молодого человека. Значит, у нас принесли однажды на испытание образец минваты, который мук под водой, то есть под дождем, и технадзор прихватил строителей и говорит, что же вы ставите вот такую мокрую вату на конструкцию наружную. Вот когда мы ее испытали, то оказалось там менее, где-то один, чуть больше одного процента влаги. А лямбда 2 процента, лямбда 5 процентов. А там-то 5 процентов. Для минераловатки. Ужать ее 2. Ну, это совсем мало. Рекомендации строителям бросать. Нет, ну просто я говорю, вот к случаю того, что это, в принципе, данные немножко устарели, потому что сколько материалов мы сейчас не испытывали, действительно, процент влаги очень существенно отличается от тех заявленных, которые есть по графикой противоположных. Удовожим, я хочу с вами поделиться еще одной проблемой, которая у нас стоит на стыке между строительной физикой и вентиляционщиками. А именно, как мы с вами обеспечены в жилых квартирах свежим воздухом. Я занимаюсь исследованием строительных конструкций, у нас в университете центр сертификации строительной конструкции, я директор этого центра. У нас достаточно большой опыт, большая статистика, и в честности, по вентиляционным клапанам. Дело в том, что, как вы знаете, клапаны, они, с одной стороны, как бы отдельное устройство, которое производится разными фирмами, как бы испытывается отдельно и продается отдельно. А с другой стороны, это устройство, естественно, вставляется в большей части какой-то баконный блок, то есть представляет собой как бы единую конструкцию. Так вот, самое интересное, что оказалось, что испытания клапана как отдельной конструкции, испытания клапана в составе баконного блока, они немножечко друг от друга отличаются. Нормативных документов никаких по поводу ни испытаний, ни требований, которые должны обеспечивать вентиляционные клапаны, практически нет. Есть только некоторые рекомендации, которые я нашла, именно московские рекомендации, то есть каким требованиям должны удовлетворить вот эти устройства. Ну и буквально несколько слов введения, откуда все это, вот почему я вам предлагаю сейчас эту презентацию. Единственное, прошу прощения, слайд, они очень хорошие, просто не было времени заниматься оформлением. В соответствии с требованиями по энергоэффективности мы с вами что делаем? Увеличиваем сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций, то есть сокращаем трансмиссионные потери в современных проектах, которые на данный момент разрабатываются. Сопротивление теплопередачи я не встречала менее 3,5. 3,5, как правило, и более закладывается. Снижение интеграционных потерь. Снижение интеграционных потерь осуществляется использованием окон либо ПВХ-бропеля, либо более дорогих деревянных конструкций, соответственно, со стеклопакетами. Ну, если говорить о процентном соотношении теплопотерь, то вот трансмиссионные теплопотери в среднем где-то составляют 25-28% от общего числа потерь, а интеграционные потери достигают 35%. То есть, видите, даже здесь есть некоторая существенная разница между ними. Ну, и все эти вопросы, в общем-то, становятся актуальны не только для строительства, но и для строительства новых зданий, но и в основном при инновации существующих зданий, потому что они являются основным источником потребления энергоресурса, то 30% общее потребление идет, и, соответственно, требуют, на мой взгляд, более внимательного к себе отношения, чем разработку новых проектов. Потому что здесь все гораздо сложнее, то есть подвести эксплуатируемое здание, например, даже после капремонта под требования нормативных существующих документов, это тоже непросто. Слайд данный показывает влияние кратности воздухообмена. То есть, дело в том, что вопрос к кратности воздухообмена, он открыт. Значит, если у нас есть возможность анализа энергетических паспортов, которые разрабатывают различными организациями, Так вот, эта величина изменяется в аналитическом паспорте. Например, минимальное значение, которое мне встречалось, 23 кратности, и максимальное там где-то за единицу. То есть вот такой вот разброс большой. Но, естественно, кратность воздухообмена напрямую зависит, то есть, вернее, потеря инфляционная напрямую зависит от кратности воздухообмена, как вы видите, практически линейная зависимость. Значит, что мы снижаем инфляционные и инфляционные теплопотери? Устанавливаем герметичные воды. Почему это приводит? С одной стороны, положительный эффект, с другой стороны, как вы видите, вот ряд негативных последствий. В частности, первое, нарушение работы естественной вентиляции. Второе, повышение содержания углекислого газа и, соответственно, развитие грибковых поражений, потому что в лечении недостаточного воздухообмена и так далее. Вот эти негативные моменты, с которыми мы сталкиваемся, с ними нужно как-то бороться. Вот из наших нормативных документов, что мы должны обеспечивать в жилой квартире. Видите, какие кратности, нормы вытяжки? Ну, где-то в среднем это 110-140 кубов. Это нормы вытяжки. На однокомнатную квартиру, это, подположим, кратность в воздухообмена 1,3 млн. Получается. И приток. Отходы брать приток. Если окна герметичные, отходы он возьмется. То есть за счет воздухопроницаемости, ограждающей конструкции, или за счет временного проветривания, что тоже, в общем-то, не очень удобно. Потому что если ваши окна выходят на достаточно оживленную транспортную магистраль, то вы долго не продержите аспортную форточку. Потому что вам просто надоест уровень шума, который окажется в вашей квартире. Как можно обеспечить комфортную среду в жилых зданиях? То есть только вот за счет воздухопроницаемости нельзя это сделать. То есть если мы будем ориентироваться только на воздухопроницаемость, ограждающей конструкции. Вот перед вами нормативная воздухопроницаемость, как вы видите. Она самая большая, то, что относится к жилым зданиям, это у входных дверей квартиры 7 кг на квадратный метр в час. Перекрытие и стены полкилограмма, и окна 5 до 6 кг в час на квадратный метр. То есть это очень мало. Значит, вот на этом слайде просто рассчитана, какая же кратность воздухообмена, если мы будем ориентироваться только на воздухопроницаемость. То есть мы с вами получим 0,35. По СНИПО 4101-2003 мы должны обеспечить как минимум 1,38. При 50 паскалях эта кратность должна возрасти до 2,64. Почему вот здесь 10 паскалей и 50 паскалей? Дело в том, что когда проводится в натурных условиях определение воздухопроницаемости ограждающей конструкции, там фигурируют два перепада давления. При 10 паскалях, то есть по старой системе, это 1 мм огненного столба, мы определяем воздухопроницаемость ограждающей конструкции, а при 50 паскалях мы определяем кратность воздухообмена за счет воздухопроницаемости. Вот посмотрите, пожалуйста, один документ нормативный. Что нам дают? Нормальная оградность от 2 до 4. Вы видели на предыдущем слайде, что даже при 50 паскалях в реальных условиях мы получаем только 2,64. Второй нормативный документ, ну, правда, его никто не отменял на данный момент, написано, что для естественной вентиляции не более 4. То есть получается, что мы вообще значения получаем настолько низкие, что даже вот эти два документа говорят о том, что, к сожалению, обеспечить надлежащую кратность воздухообмена за счет воздухопроницаемости нельзя. Что же тогда будем делать? Значит, вот здесь вот у вас просто показан воздухообмен по нормативным величинам. У нас есть статистика по обследованию достаточно большого количества помещений на воздухопроницаемости примерно показатель степени, ну, где-то 0,75-0,78, наверное, вот так при определении получается, то есть степень при давлении. Нормативные требования, обратите внимание, предлагают осуществлять в жилых помещениях приток воздуха за счет форточек или других устройств. Другой нормативный документ, о котором я уже вам говорила, тоже предлагают нам обеспечивать скрываемые форточки, фрамуги или другие устройства. Все хорошо, если они у вас ориентированы на, допустим, подвор или на, допустим, не какую-то ненавидленную сторону, не на Кенский залив, например. Можно с удовольствием их открывать и, как говорится, дышать свежим воздухом. Ну, в противном случае рекомендуется установка воздушных клапанов. Значит, клапаны могут быть нескольких типов. Значит, но к ним предъявляются одни и те же требования. Значит, они должны обеспечивать приблизительно воздухообмен, например, расход воздуха примерно 100 кубических метров в час, желательно, конечно, очень мало клапанов, то есть практически нет таких клапанов, которые сейчас обеспечивают вот такой расход воздуха. Они должны в системе герметичного заквирания не ухудшать циклотехническое искусство светопрозрачных конструкций или стеновых панелей, и должны отсутствовать наличие конденсата на многих поверхностях. И, соответственно, наше самое основное требование – это обеспечивать звукоизоляцию не менее 30 дбл, желательно, конечно. Ну, типы клапанов, наверное, вам известны. Огромное количество клапанов на рынке. Мы в лаборатории испытали, наверное, не менее 15 типов, не менее 15 разных типов. Значит, начиная от стеновых клапанов, достаточно известно. Вот перед вами еще один вариант стенового клапана. Вот, кстати, вот этот клапан «Домвент». Самое интересное, что он совершенно случайно родился, пришел к нам молодой человек и говорит, «Вы знаете, у меня жуткие условия в доме, старый дом кирпичный, у меня все стены плесняют». Вы знаете, я, говорит, взял, придумал, просверлил, вот видите, на нижнем рисунке просверлил, говорит, самым большим сверлом отверстие в стене, вставил водопроводную трубу, сделал там какой-то маленький, небольшой вот, типа, котлярчика над отопительным прибором. И фактически, знаете, у меня стало очень хорошо. Вот он пришел к нам лет, наверное, 5 назад. Сейчас у него фирма, вот эта общеизвестная фирма «Домвент», он достаточно активно продает свои клапаны. В общем, последнюю конструкцию он принесло несколько дней назад, довольно симпатичная уже стала, вот она на верхнем рисунке перед вами. Ну и, соответственно, удовлетворяет ремонт. Правда, расход маловат, но конструкция достаточно простая. Вот еще один вариант установки клапана, тоже под оконным блоком над отопительным прибором. Но видите, расход тоже невелик, всего 16. А у «Домвента» 11, вот по последнему буквально измерению было. Оконные клапаны, их тоже очень много, разных фирм. Но принцип их работы примерно один и тот же. То есть клапан вставляется в раму. Различные устройства в этом клапане используются. У кого-то есть какое-то устройство, реагирующее на влажность. То есть при повышении влажности клапан автоматически должен открываться. У других клапанов есть устройства, которые реагируют на, допустим, изменение давления на ветер. То есть разные устройства есть. Ну, в принципе, они могут быть, они различаются по длине. Есть устройства, которые устанавливаются прямо над оконным блоком. Есть устройства вот такого типа, как вы видите на слайде. Очень интересная конструкция. Я видела в Англии у фирмы «Тайтон». У них P-образный такой вот есть клапан, который просто садится на стеклопакет в раму. Прекрасная конструкция, особенно для лоджи. Очень удобная. Вот данные по измерениям клапана «Домвент». Видите, зависимость от давления, расход и давления. У каждого клапана, у каждого есть своя зависимость, абсолютно своя. Вот другие зависимости для клапанов фирмы «Тайтон». Видите, разные клапаны. Вот нижняя серия «Тривы» — это клапаны, имеющие звукоизоляцию и теплоизоляцию. А вот верхние два клапана, они очень простые. Абсолютно простые клапаны без всяких защитных устройств. Вот клапан бельгийской фирмы. Обратите внимание, этот клапан имеет у себя устройство, которое, вот я говорю, реагирует на перепад давления. То есть вот зеленая линия — это он работает на повышении давления, а красная линия — это снижение давления. То есть видите, у него происходит некоторое залипание в вполне определенном диапазоне давления. То есть он просто закрыт. Так сказать, и расход у него не меняется. Вот данные. Я вам привожу данные, которые получены в нашей лаборатории. Она аккредитована. Мы не выдаем на основании наших результатов, соответственно, вот протоколы для сертификации данного устройства. То есть, соответственно, вот посмотрите, пожалуйста, по шумозащите. Видите клапаны? Закрыт — 30 дыба, открыт — 25 дыба. Нижний — то же самое, где-то 33-28 дыба. Конечно, клапан, обратите внимание, здесь, он не сам по себе, а клапан в составе стеклопакета. Дело в том, что когда мы вставляем клапан в разные оконные блоки с разными стеклопакетами и с разными профилями, то они, соответственно, и результаты дают немножко другие. Вот система клапанов. То есть она. Видите, то же самое. Разные клапаны. Вот если первый, предположим, стеклопакет идет без клапана 38 дыба, то наличие устройств снижает... Видите, где-то самый хороший вариант — это 30 дыба. 30 дыба — самый хороший вариант. То есть примерно там... Закрытают, что трудно сказать, что... Видите, нет такой четкой рекомендации, что вот вы вставили клапан, вот у вас было окно, оно имело, допустим, лугоизоляцию где-то там 35 дыба. Вот клапан вставляется, вы сразу скидываете, надеюсь, 5 дыба. Вот такой четкой рекомендации нет, потому что все зависит от конкретного конкретного устройства. Вот в качестве альтернативы тоже где-то неделю-две назад мы закончили испытания оконных блоков фирмы Вентхаус. То есть там Русганзе вместе с Вентхаусом сделали. И что, посмотрите, у них использована система открывания створа, то есть параллельное смещение створки. Практически нет никаких клапанов, и поступление воздуха в помещение осуществляется только за счет разгерметизации оконного блоков. В общем, разгерметизация у них... Вот эта щель, которая получается, она может варьироваться в размерах. Самая минимальная щель, самая минимальная, она обеспечивает примерно расход воздуха, аналогичная вот предыдущим клапанам, где-то 12 примерно кубов в час. Если щель где-то около 2,5 мм по периметру идет, то она создает где-то около, по-моему, 20 кубов в час. И 6 мм в 110 обеспечивает. То есть вот это единственная конструкция, на которой мы получили вот такой расход, который я нашла вот как-то рекомендации, что они должны обеспечивать порядка 110 мм кубических в час. Значит, изоляция водушного шума вот такой створкой, то есть таким окном со смещенной в раму, размещающейся, видите, получается приоткрытое всего, к сожалению, только 22 мм. Там, когда полностью открывается щель. Но зато вот здесь вот приоткрытое щелье 2,5 мм, 26 мм, но близко, конечно. То есть, когда 26 мм соответствует требованиям на звукоизоляцию оконного блока. Вот было одно из требований невыпадения конденсата на внутреннюю поверхность клапана. Думаешь, когда клапан открыт, соответственно, в холодный период времени, когда у вас там температура минус 20, минус 26, за счет прохождения холодного воздуха поверхность клапана охлаждается. Соответственно, температура на поверхности клапана снижается, и вполне возможна конденсация влаги. Вот результаты испытания английского клапана при полностью открытом клапане в течение времени, видите, как падала температура на поверхность. То есть, где-то через 7 минут примерно уже получается, что температура вблизиточки росла. Какие проблемы есть с клапаном, на мой взгляд, сегодня? Это, во-первых, выбор типа клапана, потому что действительно их огромное разнообразие, они отличаются не только ценным, соответственно, но и конструкцией. И классные клапаны рассматриваются как отдельные устройства, и с другой стороны, как в оброде входят состав оконного блока. В сертификатах отсутствуют данные, вот самая большая проблема на сегодняшний день, по аэродинамическим характеристикам клапанов. Дело в том, что очень сложно сравнивать эти клапаны. Вот я вчера специально полазала по интернету, по всем фирмам, которые предлагают клапаны, к сожалению, ни на одном сайте не было аэродинамических характеристик сопротивления воздухопрониционного клапана. Везде есть расход и все, но дело в том, что расход зависит от давления. Поэтому и оценка эффективности клапана тоже, в общем-то, на сегодняшний день достаточно сложно однозначно оценить. Вот для клапана Донглент, который был у нас последний, мы сочетали коэффициент сопротивления. Причем это коэффициент безразмера, это безразмерная величина, которая достаточно удобна для сравнения разных типов клапанов. Тогда можно получить как бы полную статистику и свойства, и цену, и, как они, и можно посчитать их эффективность. Ну, это сопротивление определяется достаточно по известной формуле из аэродинамики. Ну, если вот первое выражение там задействовало скорость, но скорость в клапане, она достаточно сложно определяется, то в последнем варианте это можно все-таки расход определить. То есть сложности, естественно, по-другому. Вот, вернее, попался мне вот такой документ. Но, к сожалению, он, по-моему, в интернете в неокончательном виде просто лежит, никто его не согласовал, никто его, по-моему, не пользовался. Ну, вот существует. Вот здесь предлагается вот такая формула для определения аэродинамического коэффициента. Но дело в том, что здесь коэффициент, если вы посмотрите, то он получается размерной величины. А всегда лучше оперироваться с размерными величинами. И, значит, наличие клапанов вентиляционных, они, конечно, влияют на расчет и эффективность естественной вентиляции. Потому что если рассчитывать, предположим, вентиляцию, естественную вентиляцию, без учета сопротивления клапанов, то в 18-этажном доме практически вентиляция будет нормально работать. Если ввести в расчет сопротивления клапанов, то где-то не более 9-ти этажей будет доступна. Будет стабильная работа, ну, будет стабильная работа систем вентиляции. Но, к сожалению, даже если мы будем вводить эффициенты сопротивления, то они тоже будут разные на разных этажах. Потому что на разных, на каждом этаже у вас будет свое давление. Поэтому на стадии проектирования, конечно, вот этот вопрос, я считаю, что достаточно важный, и его надо решать именно при разработке проекта, и особенно при строительстве здания. Потому что если не будут установлены эти клапаны, то жильцы, соответственно, начнут свое личное творчество. Один установит один, другой вообще ничего не установит, третий дорогой купит и так далее. То есть получится такой вот непонятный смесь, который приведет к нестабильной работе естественной вентиляции. Ну, как и видите, что вот общеизвестно, что нижние этажи работают на инфотерацию, на инфотерацию, верхняя инфотерацию. Поэтому работа клапана существенно будет зависеть от того, где он будет расположен. И если бы даже, если здание оборудовано вот этими стенами, стеновыми клапанами КИФ, то на нижних этажах КИФ будут работать на приток, а на верхних этажах они работают на вытяжке, к сожалению. Тут уж никуда не денешься. Для этого удобно достаточно использовать метод математического моделирования при анализе, допустим, выбора клапана, при анализе эффективности работы естественной вентиляции. В частности, можно получить вот такое распределение. Во-первых, температура, как видите, на поверхности, внутренней поверхности, можно определить. Можно определить, как повлияет установка клапана на температурном поле конструкции. Видите, вот в предыдущем клапане температура была ниже точки расы, здесь вы видите уже температура на поверхности выше точки расы. Можно проследить, как распространяется клапан холодного воздуха при открытии клапана, то есть как будет меняться температурное поле, как будет меняться поле скорости. Вот поле, поле модуля скорости в комнате при открытии, открытии, это оконный колокольчик, по-верситету, по-моему, это поле телевизора. А, вот еще, извините, значит, интересно еще что, что все будет зависеть еще от отобительного прибора. Если у вас здесь установлен конвектор, то есть вот здесь, вот видите, это при конвекторе, то вот это у вас при работе радиатора. Вот видите, сколько много факторов влияет на создание комфортных условий в жилом помещении. На самом деле, а для вопроса, пожалуйста, еще учите. Сейчас я, после меня все, как вы сказали. В данном случае, вот исследование температурное поле скорости при работе клапана при разном давлении. То есть, это говорит о том, что если мы взяли квартиру либо на разных этажах, либо на разной стороне, допустим, на наветренной, подветренной стороне, то есть он будет получать совершенно разные условия работы одного и того же устройства. Естественно, вот динамика зданий, которое, правило, почти не учитывается при составлении проектов, она будет очень существенно влиять, потому что вот на левом, на левом рисунке, если вы видите, вот здесь вот там есть здание, вент-канал, который попадает, как раз бы его просить направо, где он попадает, в зону динамического давления. И то, соответственно, наделяться не работает. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Да, Роман. Группа компании «Моноракут» говорит о том, как я про Роман. Значит, как вы считаете, клапаны являются панацеей или это все-таки полумера? Потому что вы вот в конце доклада вы сказали, что надо вводить в проектирование, надо это считать, для того, чтобы люди не занимались самодеятельностью. Ваше мнение? Ну, вы знаете, что, на моем мнении, вообще самая хорошая работа это механическая вентиляция. Но, к сожалению, она достаточно дорога, и особенно в эксплуатации, и в многоквартирном доме, ну, я, например, не могу представить, как она будет работать. Понимаете, естественно, вентиляция, она очень, не дорого, и очень нестабильная. На нее влияет достаточно большое количество факторов. Конечно, мне кажется, что было бы, из моего опыта, что я считаю, что лучше, наверное, все-таки это делать на стадии проектирования, потому что, например, для детских учреждений СЭС уже сейчас требует обязательно установку покупатного. Сейчас в жилые дома пока таких претензий нет. Но я думаю, что в течение времени, наверное, это тоже будет. Ведут цели исследований. Кто ведет исследования, значит в безопасности воздействия клапанов на человека? То есть это воздействие патогенной флоры, которая может там образовываться и так далее и тому подобное. То есть лучше критерием является комфорт, является безопасность. Вот на эту тему исследования ведутся. Знаете, что на эту тему я не видела, честно говоря, таких исследований. По-моему, пока они не начаты еще в этом быстро. Но с другой стороны, понимаете, все эти клапаны, они, во-первых, чистятся достаточно несложно все устройства, они предусматривают эту вещь. Поэтому я не думаю, чтобы там накапливалась какая-то патогенная флора. Ну ясно. То есть исследований нет, пока нет. Убокных требований нет, нет, нет. Но это не совсем наша область. Это уже более-менее технические вопросы. Может, есть смысл как бы специалистам на эту тему как бы собираться, чтобы карли своей узкой области находить комплексные решения, потому что полумера один не решает. Нет, потому что действительно вы абсолютно правы, потому что фактически это комплексная задача, которая должна учитывать вот ряд факторов. Часть с точки зрения технической я вам предсказала, а то, что вы сказали, дополнили, это уже более биологического, как говорится, плана задачи. Я считаю, что обязательно нужно такие вещи делать. Пожалуйста, вопрос вот еще там. Вот сейчас. Добрый день, Силь. Главное, это первое. Первое. Общество органической общественности МФ энергетиктивных. А.Т. Сергей Сергеевич, Игорь Михайлович, второе. Меня интересует дом Вен представлял вам рекуперативный клап. Нет. Тонкость обучается. Многие сейчас переехали с Сидовом, поэтому сейчас нет ни телефона, ни адреси. Я с ними немножко задействовал похода в нем и поспальнице уделил. Попрос, пожалуйста, ваш вопрос. Сейчас, сейчас, сейчас. Так вот, вопрос, задайте вы адрес, а второе, то, что товарищ предыдущий задавал вопросы, как раз идет рекуперативный план, в принципе рекуперативности, то есть по одной стороне центральная отставка идет, в одной стороне выходит теплый воздух, а входит холодный, и они успевают отдать теклоотмен. Таким образом санитарная сторона на высоте, значит, воздух, который попадает уже с улицы, он не холодный или наоборот не горячий в лето. Понятно, да? Нет, понятно, я помню, нету, они нам нету, нет, я бы эту клапану даю. то есть, такой клапан они нам нету, я знаю, что он они взял, но они нам еще не приносили. Таких клапанов есть, Григорий Петрович Васильев, не им устро, есть разработка инсталар, клапан, стеновой клапан, который имеет функцию также рекуперации, то есть, он от часа стекла отдается, поэтому это не единственная возможность, но там таких исследований не проводила, требуется помочь, протолкнуть это дело. Спасибо, это отдельно, пожалуйста, ваши вопросы. По поводу все-таки росы, точки росы, я еще раз представлю с Малышем Владимир Сергеевич Мурманский университет. Значит, дело в том, что, вот я сейчас был буквально две недели назад в Берлине, значит, у них повсеместно установлены клапанные стеклопакеты.